Здравствуйте! В эфире Электрогорское телевидение. Сразу после новостного блока вас ждет специальный репортаж о дополнительном образовании в нашем городе для детей и взрослых. А пока о новостях региона. Под Москвой столицы угрожают крысы. 179 случаев укуса горожан грызунами уже зарегистрировано в Москве с начала года. Пока эта цифра меньше прошлогодних показателей, но скоро данные могут сравняться. После летнего перерыва жители вновь ощущают наплыв крысиных стай во дворах. Есть версия, что на одного москвича стабильно приходится семейство из 30-40 крыс. В столичном управлении Роспотребнадзора уже пообещали избавить город от этих опасных соседей. Плановая обработка спецсредствами должна завершиться к концу ноября. Переломить ситуацию и победить крыс могут только комплексные меры по истреблению грызунов и санитарная очистка территорий. Впрочем, по мнению биологов и зооактивистов, такую работу горожане практически не видят, потому что качества в ней очень мало. Рассказы о том, что крыс невозможно потравить, придумали, на мой взгляд, коммунальщики как отговорку. Коррупционная составляющая приводит к тому, что яды просто не доходят до крыс. Либо покупают простые, какие-то дешевые яды, вместо того, чтобы покупать хорошие. Заявляет Светлана Ильинская, президент Центра правовой зоозащиты. Удивительно, но одна из самых простых мер борьбы с крысами – донести мусор до бака у своего дома. По свидетельству биологов, если нечего подобрать в подъезде, крыса вынуждена уйдет. Госдума решила бороться с русской бедой – выразительными художественными средствами. На бутылке алкоголя предлагается наклеивать картинки с видом тех заболеваний, которым приводят злоупотребление спиртным. Говоря о целесообразности подобной галереи, депутаты ссылаются на положительный опыт с табачной продукцией. С помощью понятных образов различных смертельных заболеваний удалось сократить число курильщиков в стране. По мнению парламентариев, тот же эффект дадут и наклейки на бутылке. Устрашающая картинка будет занимать не менее 40% от размера бутылки. Поскольку такая практика может быть опробована впервые в мире, то иллюстрации пока не выбраны. Не исключено, что примеру России в случае понятного эффекта последует и Великобритания, где проблемы с алкоголизмом схожие. А теперь о новостях города. Образцовый детский фольклорный ансамбль «Рябинушка» принял участие в 21-м всероссийском казачьем фестивале, который прошел в Анапе. О победах электрогорского коллектива смотрите прямо сейчас. Фестиваль длился с 26 сентября по 7 октября и включал разные конкурсы. Атаманец для мальчиков, демонстрирующих умение защищать родину. Берегиня для девочек, будущих хранительниц очага. Казачок – общий вокальный конкурс и танцевальные подразделения. С историей казачества участников коллектива «Рябинушка» знакомил педагог Роман Калягин. Костюмы шила Ульяна Иванова. Нам вообще не особо было известно казачество. Мы пели просто общие казачьи песни, которые все поют, все коллективы. И нам, когда пришло приглашение на конкурс, увидели, что там именно казачьему роду нет переводу, что именно направленность на казаков. И мы начали упорно работать, пытаться войти в ту манер. Новый репертуар, новые костюмы шили. Костюмы просто прекрасные. Спасибо, Леонид Николаевич. Да, это наш костюмер просто шикарнейший. И костюмы шиты по полным образцам 19 века. То есть в Берегине это нам тоже дал огромный выигрыш. Потому что там смотрели костюм какой-то. То есть мы делали презентацию, и мы сопоставляли наш костюм и костюм 19 века на картинке. И у нас полное совпадение идет костюмов. Очень долго готовились. Мы начали репетировать с июля каждый день, только всю неделю, кроме выходных. Конечно, у вас были? Да, были, но с репетициями. А вот к нашей Берегине мы в последние 15 минут до начала нам сказали, что надо сказку приготовить. Еще раз сказать, мы в последние 15 минут до конкурса пытались выучить сказку. Женя рассказала сказку на ура, а Соня проявила свой талант в конкурсе солистов. Сначала все конкурсанты должны были рассказать про свой город, следующая часть про сказки и так далее. И про город. Соня была пятой, я была шестой. И вот на такой тряске мы выходим, думаем, да ладно, что, все равно же ничего не будет, как будет, так будет. Вышли и на ура просто рассказали. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Евгения Калягина. Я живу в городе Электрогорск Московской области. Потом описываю наш город. Потом там добавила, что в нашем городе начали производить салюты именно для Дня Великой Победы. Все это начала говорить про наших жителей. И в конце мы спели песню. После сказки получалось у нас так, что мы должны сначала сказку рассказать, а потом песню сделать. И была выигрышная ситуация, что я эту песню хорошо пою достаточно. И после сказки я ее спела хорошо. И вот это, наверное, исправило всю ситуацию. Всего воспитанники Рябинушки получили в Анапе шесть наград. Ансамбль победил в конкурсе «Казачьему роду нет переводу». В нем же Соня и Женя одержали победу как солисты. Первые места девочки взяли и в конкурсе «Берегиня». Кроме этого, Соня Панина получила гран-при за сольное пение. Помимо наград, исполнители привезли массу новых впечатлений. Мы приехали, такие электрогорские ребята. А тут там казаки ходят с погонами, с медалями, орденами. У нас был сводный хор на открытии. Мы пели «На горе стоял казак». И был проигрыш. И два вот таких вот мальчика, лет по девять им, наверное, маленькие. Там семь и девять лет примерно. Они как вышли и начали махать этими саблями, просто показывая уже боевые искусства. Вот как настоящие взрослые казаки это делают. Мы когда первый раз увидели, мы вообще... Мама, что это? Даже на самом выступлении уже, когда мы знаем, что от них ждать, уже все равно уже... Мурашки идут, мурашки по коже. То, что, оказывается, есть у нас еще такая красота. Ну что же, еще раз с шестью победами. Спасибо, что так блестяще отстояли честь города на фестивале. Спасибо педагогам и родителям, что развивают таланты детей. Будем ждать очередных побед. С вами была Анна Шевальна. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»